Утро на первом, мы на месте. Тринанс заработал, включили этот ускорный поезд. Изов принято, уезжаем. Днем примерно в 11 часов авария произошла на углу улицы Торикулова и Гоголя. На этом участке дороги столкнулись две легковые автомашины Лада Гранта и Киа Рио. Автомобили шли в перпендикулярных направлениях. Киа по главной дороге улицы Торикулова, направляясь к Адербеково, а Гранта выезжала на перекресток с улицы Гоголя, двигаясь в сторону улицы Толстого. По словам очевидцев, девушка, управлявшая Грантой, попыталась проехать перекресток перед Киа, но не рассчитала маневр, в результате чего и произошло столкновение. В этом ДТП травму получила хозяйка Лады. Ее в больницу госпитализировали врачи скорой помощи. Сейчас подробности этого ДТП выясняют сотрудники дорожно-патрульной полиции. А вечером примерно в 8 часов дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на углу улиц Торикулова и Ташенова. Здесь в аварии пострадали ВАЗ-2106 и Лада Приора. Обе автомашины двигались по Торикулова навстречу друг к другу, Приора в сторону улицы Гоголя, а шестерка по направлению Казыбек-Би. Как рассказал водитель Лада, молодой человек из Алматы, он пересекал перекресток на зеленый свет и никак не ожидал маневра, который совершил водитель «Жигулей». Ну, я прямо ехал, примерно там 40-43 км в час, ну, по правилам. И видел зеленый, зеленый еще там 10 секунд было. Хотел пройти, увидел, как «Жигулей» через стоп-линии, ну, так начал поворачиваться. Я не понял, если он хотел поворот делать, он же в середине перекрестка дома. Но он стоп-линии начал. Думал, что, разворот, что ли? Начал тормозить. Думал, он, ну, тормозит тоже и пропустит человек. Маневр должен закончить. Но я заметил, как еще чуть-чуть быстрее начал ехать. Ну, как будто газ еще нажал. И в аварии. Родственники водителя Лады заподозрили, что владелец «Жигулей» был пьян, так как от него раздавался запах спирта. И потребовали у врачей, прибывших на место ДТП, взять пробу крови на алкоголь. Но хозяин «шестерки» заявил, что, являясь сердечником, алкоголь не употребляет. Выворачивай, иди сюда. Ударивайся. Оказывается, я сердечник. Лежал в кардиал. Я уже 3-4 года лежу. И закат побрызгнул. От меня вот эта мадам запах алкоголя почувствовала. И закат. Сколько процентов алкоголя? 80 процентов. 8 процентов алкоголя. Сейчас думают, что бы были... О, это же пошел чемпионский вариант. Запах. Перед тем, как язык побрызгал, чуть ли не пятки целых готовы были. Позже обоих водителей полицейские доставили на экспертизу в наркодиспансер. К счастью, в результате этого ДТП никто не пострадал. Но автомашинам нанесен материальный ущерб. Кто виновен в аварии и возместит урон, выясняют сотрудники административной полиции. Сотрудники управления таможенного контроля департамента госдоходов области задержали очередную партию черепах, которую через границу незаконно пытались ввести в Казахстан, пока не установлены граждане Узбекистана. 11 сентября текущего года сотрудниками департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области при проведении таможенного контроля на таможенную постсанцию РГАШ с применением инспекционного 2-смотрового комплекса в порожнем вагоне были обнаружены контуры предметов. В связи с чем данный вагон был оцеплен, проведено вскрытие. В результате были установлены 10 мешков, при вскрытии которых показали живых черепах в количестве 800 штук. Сейчас эти рептилии, переданы сотрудникам ветеринарного контроля и возвращены в Узбекистан. Правоохранительные органы устанавливают, кто отправил груз и кому он предназначался. С начала года это вторая попытка контрабандного провоза крупной партии черепах через территорию нашей области. До этого, 20 мая, на таможенном посту Капланбек при проведении соответствующего контроля в автомашине марки Део Матис также были обнаружены живые черепахи в количестве 1842 штуки. Тогда гражданин республики Узбекистан, осуществлявший контрабандный провоз, был оштрафован на сумму 59 460 тенге, а черепахи возвращены в Узбекистан.